Всем привет! Вы на канале Повезушки с Танюшкой. Сегодня я записываю для вас очередное видео по проекту Старта 5 за 5. Хочу показать свое продвижение, что мне удалось связать за эту неделю. Если вам интересно, то давайте приступим! Начну я с первого процесса. Это платье, которое я вяжу из пряжи Alize Bella. Амбре батик. Многим полюбившиеся изделия. По этому платью я записываю бесплатный мастер-класс. Поэтому, кто хочет связать такое платье, ждите. Возможно, я запущу по этому бесплатному мастер-классу совместник. И мы в какой-то из групп организуем вязание данного платья. Где я буду каждому участнику помогать, дабы связать вот такое изделие, которое получится у меня. Так как пряжа идет с градиентом таким, от светло-голубого оттенка к темному, я расскажу этот момент для тех, кто не смотрел мои предыдущие отчеты. Я вязала данное платье сверху вниз. Провязав кокетку, разделив петельки на рукава и спинку, я продолжила вязать рукава. Поэтому у меня рукавчики уже связаны. Один рукав, кстати, немножко по цвету отличается. Но в этом нет ничего страшного, потому что этот оттеночек незначительно отличается. Было бы хуже, если бы я связала всю длину и затем продолжила вязать рукава. Конечно, бы они тогда вообще отличались по цвету. Поэтому считаю, что правильное решение было сделано связать сразу рукавчики. И продолжила вязать вниз тело без каких-то прибавок-убавок. Я вяжу прямым полотном, лицевой гладью. Получается, вяжу сейчас где-то примерно до района пупка. И затем буду делать небольшие прибавления, дабы вязать уже потом изделие по бедрам. Все-таки я решила делать небольшое раскрешение изделия, потому что внизу планируется затем связать резинку. Платье будет не слишком короткое и не слишком длинное. Такой средней длины. И в этот раз у меня получилось провязать вот от маркера. Получается, я провязала 20 рядов. Всего лицевую гладью на данный момент у меня провязано 60 рядов. Осталось немножко провязать мне лицевую гладью. Скорее всего, провяжу еще, скорее всего, 20 рядов. И затем уже будет идти расширение. Вяжется достаточно легко и быстро. Сел, вяжи. Вязать лицевую гладь я люблю, поэтому для меня это не скучно. Хочется уже, конечно, поскорее перейти на более темные оттенки. Здесь, кстати, на камеру не очень видно, но в жизни заметно, что уже есть вот здесь переход такой к более темному цвету. Очень здесь гармонично вот этот переход смотрится по сравнению с вот этим, где я отделяла. Я провязала, по-моему, здесь 5 рядов лицевой глади. И затем продолжила уже вязать после рукавчика. Поэтому здесь вот этот переходик виден. Но тоже, кстати, незначительно. Пряжа еще есть. Надеюсь, что на низ изделия мне хватит. Буду вязать, а также потом показывать вам своим продвижением по данному изделию. Следующее, что я вам покажу, это мой кардиган. Кардиган я вяжу пока прямым полотном. Планку я не ввязываю. Планку я буду вязать уже, когда изделие будет готово. В этот раз мне удалось провязать также 6 рапортов рисунка. Вот с последнего маркера. Всего у меня провязано 40 рапортов рисунка вверх. И резиночка провязана 3х4. Здесь у меня еще предстоит огромный кусок работы. Скорее всего, где-то еще 20 рапортов надо провязать до проймы. Буду вязать, а также показывать вам свои продвижения. Кстати, я думала, что не провяжу полностью моточек. Но фактически я и связала. Здесь даже не хватит на провязывание одного ряда. Поэтому буду добавлять новый моток. Это получается у меня и связан. Третий моточек буду присоединять в четвертый. У меня в наличии 2 упаковки пряжи было. Ирочка мне дарила. Это получается 20 моточков по 50 грамм. Даже если не хватит 10, у меня есть в запасе еще наличие. Поэтому буду вязать и также показывать вам свои продвижения. Следующий процесс, который я вам покажу, это топ. В топе тоже у меня незначительные продвижения, как и в прошлом видео я показывала. Топ тоже многим девочкам понравился. По топу я также записываю мастер-класс. Но, скорее всего, этот мастер-класс будет платный. Потому что здесь огромный объем работы проделан. Здесь и горловинка связана с ложной кетлевкой. Здесь есть и росток по спинке, и росток по переду. Как вывязывать подрез. Здесь у меня вяжется прямым полотном. И вот от маркера я провязала в этот раз один раппорт рисунка. Как и в прошлом видео я показывала. Мне осталось вроде бы провязать два раппорта рисунка. Я еще за финалю перемерю, чтобы не ошибиться. И уже затем буду вязать резинку. Пряжи еще достаточно. Мне как раз хватит и на рукавчики, и на тело. Хочется уже, конечно же, поскорее закончить этот процесс. Но так как вяжется изделие не одно, а сразу пять, поэтому процесс затягивается. Но тем не менее, для меня это даже более интересно. И когда вяжется по чуть-чуть каждый процесс, мы не откладываем, да, какой-то процесс не забрасываем, а вяжем сразу пять, поэтому свяжутся все пять процессов. Даже если какие-то из процессов я свяжу быстрее, то пока я их не довяжу, скорее всего, новые процессы я вводить не буду. Возможно, я возьму платьице свое с пряжи, которая от Рико. Поэтому довяжу его. У меня также есть в отложенных процессах джемпер с ранами. Тоже, скорее всего, если я какой-то процесс довяжу, то также его добавлю сюда и буду уже снимать отчеты не по стартам пять за пять, а будет просто влоговое видео, где я буду показывать уже свое продвижение. Как только появятся готовые процессы, я думаю, уже не будет смысла показывать свои старты, да. Вот, поэтому, как только появится первое готовое изделие, я думаю, следом пойдет и второе. Сейчас я покажу, какие изделия у меня будут, скорее всего, в ближайшее время готовы. Это следующий мой процесс. Джемпер с ажурным передом. Показываю вам. Готово у меня полностью тело вывязано по всей длине. И начала я вязать рукавчики и приступила я к вывязыванию одного рукава. Сначала буду вывязывать один рукав, не так как в джемпере с пайетками, так как здесь широкая такая вот пройма, и на спицах мне не очень удобно вязать сразу два рукавчика. Надеюсь на то, что у меня хватит сил и желания приступить ко второму рукаву. Здесь я провязала до резинки. Мне осталось связать только резиночку и сделать закрытие. И рукавчик у меня полностью готов. Конечно, много времени я посвятила вот этому процессу. В описании идет рукав на два рапорта меньше получается, на два обвития. Я провязала чуть длиннее, чтобы резинка не шла прям по локтю, а была чуть ниже. Поэтому я связала чуть длиннее рукавчик. Я думаю, так будет смотреться немножко лучше, потому что у меня само изделие получилось уже. Возможно, это пока изделие не постирано без ВТО, но я не стала сейчас это все проводить. Уже довяжу рукава и затем сделаю ВТО. Постираю изделие, отпарю, и затем уже покажу вам, как это смотрится изделие на мне. Так что в этот раз я планирую довязать резиночку здесь и начать вязать второй рукав. Не знаю, получится ли не получится, но, скорее всего, я не успею в один день за пару часов это сделать, но хотя бы связать резинку, закрыть петли и начать вязать второй рукав. Ну и что у меня получится из этого, также покажу вам уже в следующем отчете. Ну и пятое изделие, которое у меня также движется, это мой джемпер с пайетками. Здесь у меня такое же безобразие, как и в прошлый раз. Вот эти вот штуки, которые собираются на ниточке с пайетками. Это, получается, основная нить на нитке с пайетками. Вот так гармошкой собирается. Не знаю, что с этим делать. Сначала хотела отрезать вот это все, соединить, но тоже не хочется потом возиться с этими узлами. Уже тягаю туда-сюда это собрание, вот это непонятно чего. Но постараюсь, конечно же, как-то довязать рукава, справиться с этой проблемой. Моточек, конечно, становится потоньше, но провязана у меня в рукаве еще всего-то половина. Вот сколько провязала я с последнего раза, раза, когда я показывала, я провязала вот столько, получается, в одном и во втором рукаве. Считаю, достаточно много провязала. Осталось мне провязать половинку рукавчика и связать резинку. И затем только буду переходить, связать изделие снизу. Кто смотрел прошлое мое видео, я говорила, что я все-таки хочу немножко по длине изделия связать. Вяжу я по своему мастер-классу. У меня есть мастер-класс, который я дублировала на Яндекс.Дзен. И здесь на Ютубе он есть, мастер-класс по полосатому джемперу в молочно-кофейных оттенках. Реглан сверху вниз. Вяжу я в точности, как в описании, на 42 размер. Подойдет на 42-44. И вяжу по своему мастер-классу. И даже получается все расчеты, набор петель и все остальное я беру по мастер-классу. Рукавчик я там вязала 3 четверти, так как мне не хватило пряжи. А здесь я уже по данным расчетам, которые я там показывала, вяжу длинный рукав. Ну и, соответственно, длину самого изделия тоже увеличу. Я связала сейчас на данный момент длину как в мастер-классе, но мне показалась эта длина коротковатой. Сделаю немножко подлиннее, поэтому единственное, чем отличается данный джемпер от того. В остальном все связано точно так же. Ложная кетлевка. Правда, я делала там, по-моему, с изнаночным рядом. Здесь я просто сделала лицевым рядом. Закрытие. Ну, это также смотрится симпатично. Буду вязать дальше и затем также покажу вам свои продвижения по данному процессу. Ну и сейчас хочу немножко остановиться по поводу Яндекс.Зена. Да, я многим писала, что приходите, присоединяйтесь, так как сейчас проблемы с Ютубом возникают. Немного замедляются, затормаживаются видео. У некоторых вообще не открывается, у некоторых вообще не загружается видео на Ютуб-канал, поэтому девочки подписываются, за что я очень вам признательна и благодарна. Кто на меня подписывается, я вижу только по лайкам, хотя не знаю, можно ли там лайки ставить всем желающим или только подписчикам, но я так думаю, что девочки, которые подписались, смотрят мои видео и ставят лайки. Поэтому по этому, когда кто-то поставил лайк, я вижу, что вот этот человек на меня подписан. А так, в принципе, подписчиков я посмотреть на Яндексе не могу. Это единственный минус. И кто смотрел мои прошлые видео, я говорила, чтобы включили монетизацию на Яндекс.Зене, мне нужно 30 часов просмотра. Я наконец-то в пятницу увидела, нет, в субботу, я увидела, что у меня есть возможность подключить монетизацию. Даже начала уже подключать монетизацию. И здесь выскочило мне такое уведомление, что вы соглашаетесь с тем, что данный заработок, данная монетизация может повлиять на получение пенсий, пособий и чего-то там еще. И многие знают, что я сейчас на данный момент получаю пенсию по потере кормильца на себя и на своих детей. И, конечно же, я впала в ступор, что почему-то на Ютубе я снимаю ролики, плачу налог 13%, и это не влияет. А здесь на Яндекс.Зене я тоже выступаю как физическое лицо. Там, кстати, можно только монетизацию подключить как физическое лицо. И почему-то здесь возникают такие трудности. И, конечно же, я не стала рисковать. И сегодня, в понедельник, я позвонила в пенсионный фонд, уточнила этот вопрос. Мне сказали, что вроде как, если ты не зарегистрирован как самозанятый или ремесленник, или индивидуальный предприниматель, то это не считается. И на выплаты это никак не отразится. Не знаю, кто из Беларуси, возможно, вы сталкивались с такой темой, с таким вопросом. Напишите мне, если здесь не хотите писать, можете в личку написать в ВКонтакте или в Инстаграме. Буду очень рада, если вы напишите о своей ситуации, как у вас это происходило дело. Я слышала, кто-то из девочек из России подключал, не зная, что это повлияет на пенсию, на пособие, и что-то там случилось, что приостановили выплаты, и потом, конечно же, я не знаю, как удалось этой женщине решить эти проблемы, но, надеюсь, все решилось в лучшую сторону, лучшим образом. Поэтому я тоже решила обезопасить себя и перезвонила. Но всякое может быть, да, у нас лично может быть и такое, что ты подключишь, потом, когда начнутся выплаты, и тогда коснется этот вопрос, что все-таки это влияет, и потом начнется еще что-то, 1100-1500 проблем. Поэтому не хочется, конечно, впадать в какие-то крайности, хочется сразу все сделать правильно, и чтобы не возникло никаких неприятностей. Буду я также платить налог 13%, как указано в Яндекс.Зене. Буду указывать этот доход, если он будет, я не знаю, сколько девочки получают на Яндекс.Зене. На Ютубе это вообще крохи. Это хорошо, если раз в год наберется этих 100 долларов, потому что сейчас в связи с этими санкциями упал доход. Ну и вообще сейчас в Беларуси вывести деньги на какую-то карту это очень проблематично, поэтому у меня была карта МТ-банка, сейчас ее прикрыли, и если я захочу вывести свой заработок, то мне нужно бежать в другой банк, открывать там карту. Пока я не вижу в этом смысла выводить, небольшая там сумма есть, но тем не менее хочется также за свою работу получать какое-то вознаграждение, любой труд должен быть оплачен, поэтому надеюсь, что в Яндекс.Зене у меня что-то получится более лучший вариант, чем на Ютубе. Еще плюс одна проблема, многие знают, что кнопки я не получила, я писала в поддержку, мне сказали, что скорее всего кнопку вы не получите, потому что доставка в Беларусь не осуществляется. Возможно, когда-нибудь, когда закончится вот это все, что происходит в мире, тогда, возможно, вам и вышлют кнопку, если это будет еще актуально, поэтому, когда это будет, неизвестно. Ну, будем надеяться на лучшее, поэтому не будем о плохом. На сегодня у меня, кстати, все, что я хотела вам показать по процессам. Рассказывайте, что вы вяжете, делитесь своими результатами, подписывайтесь на Ютуб, если вы еще не подписаны, и также подписывайтесь на мой канал Яндекс.Зен. Ссылочку, как всегда, оставляю в инфобоксе под видео. Буду рада новым друзьям, подписчикам. Напоминаю, что на Ютубе у нас платят за просмотр рекламы, на Дзене оплачивают часовой просмотр видео, то есть, чем больше по времени вы смотрите своих любимых блогеров, тем больше у них доход. Поэтому, если вы, у вас есть свои любимчики-блогеры, то поддерживайте их в наше нелегкое время. Я думаю, что каждый блогер будет очень рад и признателен каждому своему подписчику, зрителю. Это, конечно же, самый лучший энергообмен, когда блогер вам показывает свои мастер-классы, свои изделия, а вы в знак благодарности смотрите его видео, ставите пальчики вверх, подписывайтесь на его канал и помогайте ему в продвижении и в заработке. Для этого мы, конечно же, и существуем как блогеры и зрители. Ну, на этом у меня все. Всем спасибо большое за внимание. Спасибо, что остаетесь вместе со мной. Всем пока-пока и до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!